Татьяна Ферма – пример для тех, кто собирается заняться агротуризмом. На объекте свой мини-зоопарк – медведи, страусы, еноты, грифы и верблюды проживают в мире и согласии. На территории работает гончарная мастерская. Можно вылепить свой кувшин, его обожгут и подарят на память. Создавалось сказочное подворье не за один день. На самом деле, конечно, много времени и сил нужно посвятить такому делу, потому что сельское хозяйство и сельский труд предполагают полную отдачу. Когда мы начинали всю эту историю со страусами, нам пришлось продать квартиру, чтобы на эти деньги начать хозяйствовать. И когда приходили в шок, приходили в упадок, в убыток, хотелось все бросить, и звонили маме, она, конечно же, нас наставляла на путь истинный и говорила, что назад дороги нет, только вперед. На территории Анапского сельского округа создали краевую демонстрационную площадку. Собравшись, обсудили, как же все-таки повысить популярность агротуризма. Выбрана Анапа не случайно, потому что здесь у нас большое количество отдыхающих приезжает, которым необходимо показать. Не только наши пляжи, не только наши курорты и санатории, но также, как производятся наши продукты, показать экскурсионные маршруты наши, накормить их нашими кубанскими овощами и фруктами. Что такое сельское хозяйство, как им занимаются, увидеть не только сельское хозяйство, но и культуру кубанских традиций. В обсуждении приняло участие более ста человек – представители агротуризма, фермерского хозяйства и начинающие фермеры. Посещение страусиной фермы – наглядный пример. Показали, как в кубанских условиях заниматься разведением страусов, как сделать это дело интересным и прибыльным. Как привлечь туристов и сделать экскурсию интересной и увлекательной, мы решили спросить у сотрудников фермы. Каковы перспективы агротуризма? Многие туристы в Анапу приезжают не в первый раз. Нужны новые объекты. На демонстрационной площадке приняли решение создать новые уникальные агротуры из трех объектов показа – растеневодческий, животноводческий и винодельческий. Туристы смогут посмотреть, как выращивают кубанские фрукты и овощи, изучить повадки животных, съездить в рыболовецкую деревню и посетить предприятие по изготовлению вина. К новому сезону поставлена задача создать не менее трех таких маршрутов. Главой поставлена задача по развитию агротуризма, и мы серьезно подходим к этому вопросу. Мы уже провели ряд встреч именно с представителями агротуризма, с претендентами, теми, кто потенциально будет развивать агротуризм свой, много у нас планов. И для меня радостно, что это не только малые формы хозяйства на сегодняшний день готовы развиваться, заниматься агротуризмом, но и пошли уже именно крупные предприятия. Очень интересно, доступно рассказывают людям. Чаще хотелось, чтобы проводили такие мероприятия, чтобы люди могли общаться, набирались опыта. На демонстрационной площадке обменялись опытом, учли ошибки и настроились развить массовый агротуризм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...